Понятно. Всё у меня не видно-то. Не работает. Ну как же так? Я сейчас не согласен с этим. У вас глазок. А вы закрыли, да? Всё, глазок. Не работает? Почему? Всё шарашило это всё. Боже милости, Господи, негрешный. Ты создал меня, Господи, и помилуй меня. Невозможно сосчитать мои грехи, но помилуй меня, Господи, и прости меня, грешника. Нам, людям, всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную и не имеющую порока, и Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувину, и достойную большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия, истинную Богородицу Тебя величая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. 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 Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые. Посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавой, ибо Твое из Царства и силы и слава веки. Аминь. 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 Песня сглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты Божий. Молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне и всегда, и во веки веков помилуй. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе внутреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодатном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, Придите поклонимся и припойдём ко Христу, Царю нашему Богу, Придите поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 88-й псалом. И в рот в рот устрои престол Твой, и небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сонами Божьими подобится Господу? Страшен Бог великим сонами святых. Страшен Он для всех окружающих Его. Господи Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? Истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздумываются волны Его, Ты укращаешь их. Ты не изложил Раава, как пораженного. Крепкую мышцу Твою рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля. Вселенную, и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил. Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота, основание престола Твоего, милость и истина, предходят при лицом Твоим. Блажен народ, знающий трудный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. А имени Твоим радуются весь день, и правдой Твоей возносятся. Ибо Ты украшение силы их, и благоволению Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, Я оказал помощь мужественную, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым Илеем моим помазал его. Рука моя прибудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможит его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу перед ним врагов его, и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, Ты отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем, превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой, и не будут ходить по заповедям моим. Если нарушат уставы мои, и повеления моих не сохранят. Посещу жезлом беззакония их, и ударами неправду их. Милости же мои не отниму от него, и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, Солгулю Давиду. Семь его пребудет вечно, и престол его, как солнце, передо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты от Рину и презрел, Прогнился на помазанька твоего. Пренебрел завет с рабом твоим, Поверг на землю венец его. Разрушил все ограды его, Превратил в развалины крепости его. Расхищает он все проходящие путем, Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, Обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острее меча его, И не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, И престол его поверх на землю. Сократил дни юности его, И покрыл его стыдом. Да коли, Господи, будешь скрываться непрестанно, Будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, На какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил, И не видел смерти, Избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истину твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, Которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, Как бесславят следы помазанника твоего. Благосовен Господь вовек. Аминь. Аминь. Слава отцу и сыну и святому духу, Ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, Слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воя. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мой недостойный уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Боже, восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадаю к стопам Твоим, взывая к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мной добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве, и после сна ночного пошли мне явцы безгреховные дей Христи Божьего, и спаси меня. Владыка, человеколюбчий, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердии Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное. Ибо Ты, мой Творец и Источник, и Податель всякого блага, на Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего. Удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплодных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земли, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие со страдания Твоего. Творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, «Когда общий судья придется славу воздать каждому по герлам его, да найдет он нас нележащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей его, и готовыми войти с ним в радость и божественный черток славы его, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразима радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь». «Святый ангел, поставленный блести мою бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. «Святый ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил, прошу, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господа, чтобы Он отвердил меня в страхе Своем, и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь». Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвели, неразумия, нерадения, и все скверные, лукавые, хуйные помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я ничьи слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Надежда, Ольга, Анатолий, Галина, Георгий, Екатерина, Елена, Ирина, Олег, Сергей, ибо мы усердно прибегаем, как скорых помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохрани силой Креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного, Игнатия, исцели глаз Его батюшку и Акиму. Господи, помилуй родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетеля и всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи силой Твою дару им, здравие и спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокойся, Господи, души усопших, рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, прости им все и грехи, вольные и невольные, и дары им Царствие Небесное. Со святыми упокоя Христе душа рабов Твоих, працев, отцов, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославляй Тебя, как Богородица, всегда блаженна и пренепорочна, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славдеющим. Держали Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вы ныне, всегда и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших, и всех святых помилуй нас. Аминь. Боже, наш милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобою. Удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай мастер-равие, душевное, интересное, успех, труда. Избавь их от хитрых кознедьявол, многочисленных соблазнов. От скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного царства, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, с единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на детей наши. Ниспошли на них духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твое благоразумие, чтобы они скоро уразумели свой, изучаемые им предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу прежнему. И во свое спасение, потому что Ты источник премудрости, и Тебе славу возносят всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Молитесь всегда. Спасибо. Господи, милый отца моего духовного, родители и сродника, благодетели, митрополита Илариона, епископа Евтихий, Вениамин Агафангел, Диамида Тихона, Антония, священный Ирея Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосимова, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциско, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический и иноческий чин, и нам, да еще священника, если угодно тебе, Господи. И пошли, добрых миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Смири власти воинствах, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, дабы издавали мудрые законы, дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них. Раснись сердце. Владимира Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира Александра, Дагяна и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Слава Тебе, Господи, за эту тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованное Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников, и Ты уже присылаешь. Помоги прожить этот день безгрешный, не нарушая заповедей Твоих. Сохрани нас от непосильных искушений. И защити, Господи, жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там Андрея, Игоря, Игоря Серапима, Владимиры, Людмилу Болящую, Любовь, Владимир Алексея и Иосифов, добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы Твои. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликину. Побуди всех на проповедь, благовестия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Езру, несчастного этого Рустика. И даруй добрую веру Самире, Тимуру, дабы верили в Тебя, как искупителя, Господа и Бога нашего. Сергея, Сергея, благослови Александра, Александра, с кем познакомились мы, кому вознесли слово истины. Слава Тебе! Возри на угрозу врагов, на все пакости, какие они творят. Останови их безумие, не помяни в судный день, примири их с нами, если угодно Тебе, Господи. Посети благодетелей наши, воздаем добром всей жизни и будущей, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Юрию, Надежду, Эдварду. Посети болящих, дай силу перенести страдания, и пошли мне исцеление глаза. Посети, Господи, и дай силу перенести страдания. Укрепи их, Божий всемогущий, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря, Надежду, Нину, Валентину, Валентину, Алифтину, Людмилу, Ирину, ища до ее. Ты знаешь, Господи, все страдания. И через страдания Ты приближаешь человека к себе. Слава Тебе. Благодарю Тебя за друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. И найди все наше родство Евдокии, Валентину, Ирину, Татьяну, Марпу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Петешествующих, Раису, Льва, Викторов. Да будет благословен этот день, Господи Божий наш. Сохрани наше сокровище в интернете и книги здесь и в пути. Все это для Господи славы Твоей добудет и трудящихся. Благослови Игоря, Юлию, Дмитрию, Сергея, Сергея, Андрея, Вячеслава, Вячеслава, Вячеслава. Найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леонида, Симона. Хвала Тебе, Наш Иисус. Найди отступников Николая, Михаила, Александра и Юлию. Благослови Максима и помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя, Наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, когда дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, этого блуждающего Алексея, найди, Господи, обрати, устыди. И Романа избавь от духа лжи. Благослови Никиту, Виталий, дай им желание трудиться в поте лица, чтоб было еще уделять нуждающимся. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты охраняешь от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, не покинь в смертный час, когда душа будет разрушаться от тела и проведи душу мою помытарством, веди ее навеки. Вечное Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Воздай добром всем, помогавшим нам в путешествии. Благослови Николая, Виктора, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежды, Людмила. Хвала Тебе. Иоанн Креститель, Претища Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. И каждому дару жилье Сергея Гавриева, Святитель Христов Никола, Мердекийский чудотворец, моли Бога о нас. Благодарю Господа за святых ходатай наших. Молите Бога на святые пророки Божии Илья, Елисея, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Иоавель, Иосиф, Патриархи, Езра, Ниемя, Моста, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрихи, Пророк Михея, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Свою, Да бы день прихода Того нашего отшествия Не застал нас Неготовыми, Но чтобы вышли На встречу Тебе, Господи, С горящими Светильниками Истинной веры И сосудами, Полными Илею добрых дел, Соделанных Духи Святом С любовью. Аллилуйя. Молите Бога на святые ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Все небесные силы Престолу Божию Предстоящие, Святые Апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, Аллилуйя Бога на святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский и всем философам, Космай и Дамиан, Андрей Стротилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Венамин, Иосиф Борис и Глеб, Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму Вениамину, Дай веру, И устраши родителей за такое ложное воспитание, Морите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Прим Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий Иов, Сергий Радоносец, Степан Пермский, Серафим Саровский, Антобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Нахентий Николай Макарий, Алтайский Пиларет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь В святой православной вере, А замыселитиков разрушь И развеем ничто преврати. Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Теклу первомущеница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акилла, Адроника Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь Послушание, Молчание, Соломудрие И стыдливость Женам и Девам, И сохрани их, Господи, От всяческого поругания. Исправь непокоримость Галины, Семейства, Евгения, Надежды, Людмилы и Иоанны. И прими нашу молитву, Господи, Воздиание рук, Как жертву вечернюю, Благоухание приятное Перед Престолом Благодати Твоей, Божией Всемогущей. Умоляем Тебя, Господи, Соедини нашу молитву С молитвой всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. О, Всевышний Создатель, Сохраняющий этот мир, Услыши И исполни молитву Всех, Молящихся о нас Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради Голговских Страданий И пролитой крови, Сына Твоего Единородного Господа И Бога нашего Иисуса Христа. Прими нашу молитву О всех, Заповедавших нам Молиться о них. Спаси их, Господи, И помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит Раб Твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аминь. Доброе утро всем. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, Господи. Проверим. Проверим. Пошку-то принести надо, если она поднешит. Так, Виси она у нее не будет, она же не приходит. Что ты не видела ее? Ну, ты что увидишь? Белый, так белый, так белый, я вижу белый, так, спали нет, спали. Ну, может, спрятала, спирала, да. Ну, спрятала, я сейчас посмотрю, на это, да? Посмотрю, Ну, так я не трошу ее. Не смывай. Теперь, Заря, наступим дать? Нет. Я пойду, длины печь. А? Пойду, длины печь. Да, ну, пора. Ну, как от счастья, ребят, не хвост. Ну, давай, давай, давай. Смутками. Я пойду в салагиторскую сметану, она там, она спасла, вот так, мы приедем, в этой неделе. Слушай, с печь, не хвостом, с печь, у меня молитва, чтение, с печь. Поэтому, ты зато время, когда подключу, нет, нет, я подключу, тогда надо подключить. А я-то не буду, снять, да? Знаете, надо как, узнаете, я подключу теперь. А, не надо. Не как, у меня все стоит. А, еще один, мне надо все, в одном месте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина к толкованию Блаженного Феофилакта на Новый Завет. Том 5. Книга «Открытым оком», страница с 310 по 528. Предисловие к позднейшему изданию. Блаженный Феофилакт был родом из города Халкиса в Греции. Родился он приблизительно в первой половине 11-го столетия. Первую половину своей жизни он провел в Константинополе. Здесь он проявил замечательный ораторский талант и большие знания не только в литературе святоотеческой, но и в советской. Так что в современнике считали его образцовым проповедником. И в этом смысле называли его учителем риттеров. Приблизительно в 1081 году он был назначен в Болгарию в церковном отношении, зависящую от Константинополя, первоиерархом этой страны, архиепископом Ахринским. Блаженный Феофилакт, с одной стороны, ревностно получал народ, устно и письменно изъясняя на основании святоотеческих творений истинный смысл новозаветных писаний. Всю жизнь он трудился на пользу церкви с истинно апостольской ревностью, а творение его, написанное под большим влиянием святоотеческой литературы, вполне отражает в себе святой и глубокий характер его жизни. Хотя в своих толкованиях блаженный Феофилакт не является вполне самостоятельным, но зато, будучи прекрасно знаком со святоотеческими творениями и любя их, он в высшей степени умело собрал из них и объединил все то, что было наилучшим и наиболее существенным для понимания и истолкования Священного Писания. Это качество составляет главное достоинство его толкований и потому они значительно облегчают труд для всякого, кто хотел бы изучать новозаветные писания по творениям Святых Отцов. Из всех отцов в церкви самое большое влияние на него оказал святой Иоанн Златоуст. Это был его любимейший истолкователь Священного Писания. Его толкования он приводил в своих трудах, или буквально, или немного сокращая их и вставляя только отчасти свои выражения и некоторые мысли. «Санкт-Петербург», книга издательства П.П. Сойкина, «Дореволюционное издание». Предисловие к изданию 2003 года. Целью нашего издания было в первую очередь сделать легко доступным толкование для понимания любого места Нового Завета. «Будучи знаком со многими толкованиями Нового Завета Святых Отцов, Православия, католиков и сектантов, нахожу, что толкование блаженного фефилакта есть наилучшее и наиболее точное. Преподавая изъяснение Священного Писания в разных университетах и в домах практически уже 40 лет, не перестаю удивляться красоте и точности этого толкования. Сам блаженный фефилакт не приписывает это толкование себе, а говорит, что выбрал самое лучшее из всех святых отцов, известных ему, отдавая наибольшее предпочтение святому Иоанну Златоусту. Новинкой в этом издании является следующее. Евангелие, деяния и послания, тексты Священного Писания приводятся только по-русски с точным указанием глав и стихов в каждом отдельном случае. Кроме того, все приводимые места Священного Писания специально выделены жирным курсивом. Считаю, что для зрения этот текст более броский и приметный. В некоторых местах сделаны сокращения, совершенно незначительные, там, где фефилакт приводит известные ему, но им же опровергаемые толкования, бывшие в его время. Когда блаженный фефилакт писал свое толкование, Библия еще не была разбита на главы и стихи. Это произойдет намного позже. Только в 1236 году католический кардинал Хьюга или Каро разделит каждую книгу Библии на главы. А в 1551 году главы Библии будут разделены на стихи библиотекарем французом Робертом Стефаном, Библейский справочник, Генри Геллей, Санкт-Петербург, Библия для всех, 2002 год. До этого книги Библии делились или на смысловые перекопы аммония, или же по желанию проповедующего, кому как казалось, более удобным. С 1876 года, времени издания синодального перевода на живом великорусском языке, все до единого издания священного писания издаются, разделенные только на главы и стихи. В нашем издании толкование фефилакта разбито точно по стихам. В данное издание толкования блаженного фефилакта не вставлено ни одного предложения, не изменена ни одна мысль. К этому мы подошли с особым страхом и благоговением, имея в виду главную цель сделать Новый Завет доступным и понятным для всех, какую бы веру читатель не исповедовал в христианстве. Считая, что правильнее всего отделять главу от стиха двоеточием, так и отметили курсивом во всем толковании ссылки на библейский текст. Главу от стиха отделяя двоеточием, стих от стиха запятой тире. В таком виде издаются сегодня большинство книг и симфоний. Со своей стороны, не дерзая ни толковать, ни перетолковывать, ни священное писание, ни блаженного фефилакта, мы решились выделить места толкования архиепископа болгарского, которые сегодня явно или перетолковываются, или пренебрегаются, и на это дать соответствующие пояснения. Данные пояснения имеют целью приблизить текст священного писания и толкования к сегодняшним дням, сделать его понятным каждому, чтобы каждый стих Нового Завета был живым и действенным для всех читающих его. Главная потеря, с которой пришла церковь в 21 век, это потеря авторитета священного писания, которое люди практически не знают, а пастыри не только не насаждают этот авторитет, но и всячески противятся этому. Я слышал в свой адрес тысячи раз от священнослужителей и архиереев упреки в уклонении в сектанство только за цитирование мест священного писания. Мы не баптисты и не какие-то еретики, это они носятся со своей Библией. У нас есть святые отцы, и мы поступаем так, как они нас научили. Но когда в этом издании толкование блаженного Афиафилакта будет доказано, что священники противятся этому толкованию, точно так же, как и Библии, то они уже не смогут сказать, что они, эти священники, православные, ибо восстают против православного толкования Библии, точно так же, как и против самой Библии. Комментарии к толкованию будут в основном даны только к указаниям болгарского первоиерарха на первостепенное значение в жизни христианина священного писания и значение проповеди. Тот, кто прочтет эти малые комментарии, увидит, что сегодняшнее, в кавычках, православие, отступает в самом прямом смысле от священного писания и от святых отцов и растеряло всю свою паству по разным сектам и ересям. Есть всего только два пункта в толковании блаженного Афиафилакта, которые потребуют дополнительного разъяснения. Это вопрос о значении крещения и причащения. По этим вопросам допущены самые большие искажения в современной практике. Как истина то, что нет Христа без креста нераспятого? Так точно священное писание не знает крещения без уверования во Христа, без научения, без принятия его в свое сердце, как спасителя лично тобой принятого. 1 Коринфянам 1.23 А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие. 1 Коринфянам 2.2 Ибо я рассудил быть у вас не знающими ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. 1 Коринфянам 2.3 Только по одному этому месту Писания видно, что кто не будет веровать, тот и не может креститься. Выше приведенные предисловия относятся к трехтомному изданию толкования блаженного фефилакта, в которое и вкраплены наши комментарии. В данной книге публикуются только комментарии для тех, кто уже имеет толкование блаженного фефилакта, или для того, кто, если не состоится издание трехтомника, то сохранится хотя бы отдельное издание наших комментариев, призванных оживить и приблизить к современности труд блаженного фефилакта. Комментарий 1.1 означает комментарий, комментарий, именно, именно их, и дальше так, и дальше так, и. Так, как комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Так, да? Да, в этой главе на толкование фефилакта. В этом месте. В этом месте. Ну вот, как бы вы начитали под заголовок, чтобы я понимал, как лучше. Комментарий на толкование блаженного фефилакта. Микрофон включите. Считать Матфея, 1.1, комментарий на толкование блаженного фефилакта. Дальше Игнатия Лапкина, да? Да, конечно, да. И сказать, что комментарии, они двумя черточками отделяются и совершенно другим шрифтом сделаны. Это все тогда было у нас здесь. Яромонах напановил судников. Все, я говорил, как сделать? Он это сделал. То есть они резко отделяются. Отделяются с двух сторон. Такими не очень видными строчками и другим шрифтом. А то я толковал. Я не толковал ни одного слова. Заранее говорю. Так, но я не знаю, для чего я здесь говорю. Здесь-то все как бы одним шрифтом. Это там. Это здесь одним. Но надо сказать, что в книгах другим шрифтом и комментарии с двух сторон как бы блокируются двумя строчками. С той и с другой стороны, чтобы показать. Это не священное писание, не блаженный фефилакт, а мое пояснение, расширение, приближение к сегодняшней жизни. То есть лучше оживить практически невозможно. Так понимаю. Ну я как бы в предисловии-то это уже сказано, что все объяснено. То есть каждый файл что ли говорит, я не пойму. Мне кажется, один файл есть, понятно. Ну кто наткнется на это? Тут не трудно так и сказать. Так, Матфея, там глава 25, 14. Комментарии на блаженного фефилакта. Вот так. Тут ничего нету, два слова. Нет, про черточки и про шрифты-то вот эти вот. Ну, на это один раз сказал я, и больше не говори про это, я уже сказал. Чтобы знали люди, которые обвиняют в этом-то. И вот вы взяли, а-то там пропущено переводов несколько. Они даже этого не знают. И эти переводы я перебрал и самый лучший нашел, который язык и все. Поэтому я просто поясняю, когда люди говорят что-то. Они не делают, не издают, не распространяют. И считают архиерей один и говорит, считаю это только ради ваших комментариев. А другой говорит, где ваши комментарии, я просто промахиваю и не смотрю. И так было со Христом, когда он говорил. Считайте восьмую главу. Почему вы не понимаете речи моей? И дальше поясняет. Ваш отец дьявол, потому не хотите. Так, ну ладно, благословляйте, пробую. Да, Бог благословит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии на толкование Нового Завета архиепископа болгарского Блаженного Феофилакта. В книгах они выделены отдельным шрифтом мелким. Это не толкование, а всего лишь комментарии. Итак, комментарии Игнатия Лапкина на Евангелие от Матфея 1 глава 1 стих. Феофилакт с первой строки обращает внимание слушателей на авторитет Библии. Господнее Слово. Все до единого святые пророки, начиная провозвещать тайны Господни, как посланники Иеговы, придавали своим словам абсолютный авторитет от имени Бога. Второе послание Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Исайя 1.2. Слушайте небеса и внимая земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Неподчинение Слову Божию, исходящему от пророков, приравнивалось к бунту против Создателя, и эти люди объявлялись лжецами, то есть детьми дьявола. Второзаконие 4.2. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Таразаконие 12.32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того». Притча 36. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Евангелие Теана 8.44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Откровение 12.8. «Всех лжецов учесть в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». «Эти же угрозы к непокоряющимся и искажающим Слово Божие высказаны Духом Святым и в Новом Завете». «И этими словами заканчивается Библия». Откровение 22.18.19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. «И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Матфея 1.1. Толкование блаженного Феофилакта. «Как Зара прежде показал руку, а потом скрыл ее, так жизнь во Христе проявилась во святых, живших до закона и обрезания. Ибо все они оправдались не соблюдением закона и заповедей, но жизнью по Евангелию». Комментарий Игнатия Лавкина. «Никто не может требовать исполнения того закона, который не доведен до сведения живущих в этом государстве. Знать Евангелие – это не только знать его содержание, но и знать его истинное толкование. Иоанн Златоуст говорит, «Не показывай мне, что это написано, а дай мне смысл написанного». «Жизнь по Евангелию, то есть по Новому Завету, по второй части Библии, на и главнейшей, и спасительной, как может произойти, если народ не научен и его не учат этому самому Евангелию?» «Те, кто скрыли, не донесли, какой страшный ответ дадут пред Богом». Обращаясь к таким священникам, Иоанн Златоуст говорит, «О, священник, если одна овца погибнет по твоей небрежности, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину». Евангелие Таана 5.39 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Нужно не просто читать, а исследовать, как в лаборатории, постигая истинный, сокровенный смысл откровений Духа Святого. 1 Тимофея 4.16 «Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь из слушающих тебя». «Жить по Евангелию значит быть плодоносным, жить не огорчая Спасителя» Псалом 1, 2, 3 стихи. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». «Дух имеет дело только с тем, что сродственно ему, в ком Дух Святой, тот не может не любить Христа и Слово Божие». Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». «Нелюбовь к Слову Божию, там, где нелюбовь к Евангелию, где не избирается благая часть сидения у ног Христа». Евангелие от Луки 10, 42. «А одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Римлянам 8, 9. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». «Незнание Евангелия обрекает человека блуждать в стране, далекой, с блудным сыном в содружестве, вдали от трапезы Отца». «Так, тут небольшую вставочку сделаю. Оказывается, нужно было сказать, но тут нет, а то комментарии...» «Мюз к тому, с двух сторон в конкретные скобки отличаются, чтобы никуда ни одна буква не ушла. Всего комментариев будет 297, то есть трехтомник практически, ну, без одного вопроса, по 100 комментариев будет. И поэтому, когда новый стих начинаешь считать, то говорим «На, Матфея», слово «на сказать». А дальше уже, которое вместо описания, просто считать Иеремию и все. «На». Надо, чтобы продолжительности было не меньше 20 минут и не больше 30. И тогда делай новый ролик. Ролик. Вот так. «Часы, часы поставь рядом как-то или смотри. 25, это примерно самое лучшее было бы». «Так, ну, еще минут 10, давайте рассекайте. И так, Оля, скажешь, когда 10 минут пройдет, установим. Комментарии на Матфея 1, 3, 5. Толкование блаженного филакта. Впрочем, все язычники, принявшие послов Иисуса, то есть апостолов, и уверовавшие в слова их, спаслись». Комментарий Игнатия Латкина. «Прошла тысяча лет до блаженного филакта, архиепископа болгарского. Многое изменилось в мире и в церкви, но Господь говорит, Иеремии 1, 12, «Я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось». «У Бога всегда на примете люди, преданные Ему, в которых одно желание – жить для Бога и исполнять волю Его, нести святое слово по миру неискаженным». Даниила 9, 23. «В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты – муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение». Таким мужем желаний оказался блаженный Феофилард, который всею жизнью свою подтвердил слова апостола Павла, филиппийцам 1, 21, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». В предисловии к толкованиям сказано, на какое разорение он прибыл в Болгарию, какой темный и невежественный народ оказался под его окормлением, и какие безумные ереси того времени отравляли сознание людей. Исайя 49, 8. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе, и я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные». Его толкования Священного Писания для миллионов людей стали воистину заветом любви к слову Божию. Блаженный Феофилак с абсолютной точностью на протяжении толкования всего Нового Завета подчеркивает, высвечивает роль проповеди апостолов. Он проникнут апостольским духом благовестия. Непрерывная проповедь, научение и столкование – это то, что приводит к жизни во Христе, к жизни по Евангелию. Кто из пастыря сегодня понимает это, ибо всюду проповедь подменена ритуалом и обрядом. А от этого никто не возрождается, а остается всюду та же египетская тьма – обман и самообман. Толкование Феофилакта на Матфея 1.17 То же бывает и с зарением душевным, если оно обращено на лук духовных писаний, то делается чистым, ясным и проницательным, так что может видеть наветы бесовские. А если остается в дыму житейских попечений, непрестанно будет испускать слезы, плакать всем и в будущем веке. Так, подожди минутку. Вот ты сейчас сказал не так, как я говорил. Значит, назвал место и дальше, как будто это Блаженного Феофилакту толкование. Обязательно говорит. На Матфея 1.17 комментарии. Комментарии на Феофилакта. Вот эти слова. На Матфея 1.17 комментарии на Блаженного Феофилакта. Ну вот сейчас-то... Сейчас не надо, ты продолжай дальше, все. У тебя хорошо получается. Но только в этот говорит на, на, на Блаженного Феофилакта. На Матфея 1.17 комментарии на Блаженного Феофилакта. Вот так. Вот сейчас текст это ваш или Феофилактовский идет? Ой, мой текст, мой. Здесь Феофилактова ничего нету. Зачем? Ну как же нету-то? Ну, я думаю, так. Ну вот это вот, вы бы у себя, вы никогда бы... Или так? Так тоже бывает. Ну, ну, давай тогда, может быть и так. Посмотреть надо, где тут? Так. Значит, это ваши комментарии выйдут. Да, ваши комментарии. Да, так и отвечаю везде. Феофилакта полностью, все же приводить, просто сказать слово. Здесь речь, насчитываешь, комментарии, и одни комментарии. Указано на какое место. На Матфея 1.17 комментарии на Блаженного Феофилакту. Все. Пять слов. Потому что здесь, потому что, может быть, вот здесь это, может быть, вот это вот Феофилак, сейчас, Оля, посмотри, а вот это комментарий. Ну, может быть, так, ну, говори то, как я говорю. Ну, я так и говорю, да. Ты прав. Вот. Тогда так надо говорить. Считаешь дальше, а потом вот в этом месте и так. Видимо, отсюда где-то начать. Я не вижу скобок-то почему-то тут нету. Сейчас Оля скажет. В общем, видно будет. Еще, не надо, считай дальше, у тебя все уже, не возвращайся. Итак, мы непрестанно имеем нужду в молитвах и чтении Божественного Писания, дабы угасить огонь страстей и разогнать дым житейской суеты, ибо ничто не приносит столь великой пользы, как молитва и чтение Божественного Писания, если мы упражняемся в них с трезвым умом. Это есть пища души, ее украшение, ее жизнь, врачество и укрепление ума. Этим мы должны украшаться, этим должны возводить к совершенству слуг, детей, жен, друзей и врагов, обращать в друзей. Так и великие мужи, друзья Божии достигали совершенства. Давид по своем грехопадении, как скоро внял Слово поучения, тотчас показал себе прекраснейший образец покаяния, и апостолы при помощи Слова Христова соделались тем, чем были впоследствии и обратили весь мир. Итак, не будем пренебрегать слушанием Священного Писания, не позволять себе видеть сокровища, чтоб не обогатились. Это умысел дьявола. Он представляет нам, что слушать Божий закон ничего не значит, опасаясь, чтоб, слушая его, мы не расположились исполнять его. Итак, зная этот пагубный умысел его, оградимся со всех сторон духовными песнями, молитвами и священным писанием, дабы, окружившись с ним оружием, не только самим не попасть в плен, но и сокрушить его главу, а за сие увенчаться славными победными знаками и достигнуть будущих благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава вовеки. Аминь. Вот тут новое предложение сказали. Хорошо бы ты открыл книгу рядом и глазом глядел, где там щерточки, где скобки, и тогда прямо говорил, дали комментарии, потому что я даже сам не могу сейчас определить, где феофилакт заканчивается. Ну, вот это явно не ваши слова, я сейчас читал, это феофилакт. Да, это феофилакт. Чтобы ты книгу открыл. Книга, чтоб перед собой, для сих пор все это время тебя не задержит, тебя, у тебя книга есть. Я сам не могу даже определить, где. Так, ну там, мне кажется, вот оно, тут вот все, видите, уже комментарий тут выделено. Ага, 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 вот теперь понятно. Все то, что впереди, блаженная феофилакт. Тогда все. Вот тут и говорю. Я так и сказал, да, что идет феофилакт. Благодарю. Толкование феофилакта на Матфея 1.19 И это, говорю теперь, не без причины, но потому, что вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрещенных и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни к богоугодным делам. Но причащаясь только по обычаю, ты уготавляешь душе своей многие муки. Комментарий Игнатия Лапкина. Пятый век христианства. Центр православия Константинополь. Самый знаменитый проповедник за всю историю христианства. Сколько сетывания в словах архипастыря о позорном состоянии его прихожан. С момента объявления христианства государственной религии номинальные христиане заполнили церковь, превратив ее в зверинец, как говорит святитель. Я не вижу людей, а вижу стадо лошадей и свиней. Уже тогда духовный первоапостольский опыт обращения ко Христу, рождения свыше, истинный вход в церковь через духовное перерождение во Христе были неизвестны и забыты почти всеми. Остались механические действия крещения и причащения. Правда, тогда это крещение совершалось по канонам, полным троекратным погружением человека в воду, а причастие мирянам подавалось раздельно в руку. Тело Христова в виде хлеба уносили домой. Самая трагическая, погибельная, смертельная ошибка была допущена при императоре Константине. Это неправильный вход в церковь через механическое действие, через крещение. Крещение же, согласно Библии, должно быть завершающим действием, актом после истинного покаяния и научения в течение не менее трех лет. Получение дара Духа Святого также было заменено видимым действием миропомазания, а это далеко не одно и то же. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Святые отцы все до единого признавали институт оглашенных и выделяли их в особый класс. Иоанн Златоуст в составленной им литургией вволит специально время, когда оглашенные могут присутствовать, после чего они выводятся. Оглашенные языки эти произносятся трижды, громко, во всеуслышание. Согласно изъяснений святых мужей, таких как Симеон Солунский, диакон обязан в это время тщательно проверить, нет ли в храме посторонних людей. Остаются только верные, допущенные до причастия. После этого еще дважды будет возглас, двери, двери, и предверник снова обязан проверить, хорошо ли заперты двери, нет ли кого из посторонних, отлученных за грех. Звук этот остался и сегодня. Великий святитель Иоанн о подобном сегодняшнем действии говорит, что это всего лишь звук, вводящий других заблуждений и ничего не значащий. Если бы сегодня была поставлена задача соответствовать тому, что написано в Новом Завете, тому, как это истолковали святые мужи, и чтобы непременно это было выполнено, а не просто сотрясали воздух диаконским языком, и добавлено, что литургию нельзя совершать без выполнения этих слов, то, положа руку на сердце перед Богом, мы должны признать, что бескровная жертва сегодня же прократится почти повсеместно, в 999 храмах из тысячи, быть может. 1 Коринфянам 9, 26. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». В проповедях Иоанна Златоуста, так и в толкованиях блаженного Феофилакта, очень зримо представлено, что крещение уже тогда стояло не на первом месте, что его совершали над посторонними людьми. Еще раз, как в проповедях Иоанна Златоуста, так и в толкованиях блаженного Феофилакта, очень зримо представлено, что крещение уже тогда стояло не на своем месте, что его совершали над посторонними людьми, и в их словах очень ясно видно, что они ничего с этим поделать не могли уже тогда, и горько об этом сетовали. А выход был, как и сегодня, произвести полную перерегистрацию церкви, все начать с нуля. Непрерывная проповедь, научение, постоянно и всюду, и начать запускать в храм только после искреннего обращения ко Христу. Второе послание Тимофея 4.2 Проповедуй слово, настой, во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Тимофея 4.2 Тимофея 4.3 Ты как-то помещай, Сергей, чтобы номер был виден там. Следующий будешь второй. Значок как-то и произноси вслух. Второй. Или глава вторая. Не глава, как-то сказать надо. Или ролик, или как-то. Вот первый прошел, сейчас второй. При самом начале, чтобы было видно, какой по... по значению. Два слова сказать. Номер такой-то, а дальше на Матфея такой-то. Ну как, кто, ролик прям? Что-то ролик мне не очень нравится. Может быть, не ролик, но как-то... Даже не знаю, как сказать-то. Часть. Часть вторая. По порядку. Часть вторая. На, Матфея, один, два. Вот так дальше идти. Это дело уже показало. Вот и теперь мы уже полностью сформулировали, как надо вести. Тут конкуратные скобки сохранились. Сразу комментарии. Ну и дальше. Кто их так? Так. Ну это тогда, наверное, мне надо в Word. Тут я это с интернета читаю. Надо мне тогда в Word, наверное, перейти. Я не знаю, как ты сделаешь. А теперь уже, что впереди говорили, там, а тут, оказывается, скобки сохранились. Тут четко говори. Комментарии. Все, больше ничего не надо. Комментарии и LL точно расшифруешь. Так, еще раз. Я наше морковку захожу. Не соображу, как сказать. Оль, помоги. Вот сейчас вот смотрел. Сейчас вот это вот у нас идет феофилакт. Потом идет комментарий. Впереди нужно сказать часть вторая. Отделить от того ролика. Еще одна Матфея. Надо говорить. Тут прямо так и говоришь. Часть вторая. На Матфея 1, 22, 23. Блаженный феофилакт говорит. И так, евреи, дальше. Комментарии. Вот уже все встало на место теперь. Ну, все. Часть вторая. Комментарии на блаженного феофилакта. На Матфея 1, 22, 23. Феофилакт болгарский. Итак, евреи злонамеренно искажают Писание и вместо Дева ставят Молодая. Комментарий Игнатия Лапкина. Как Бог, любя людей, является им в разных видах, как это более приемлемо человекам в данный момент, так точно делает и дьявол, породив разные секты, ереси и искажения в Слове Божьем. Евреям 1, 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. 2 Коринфянам 1, 14. 11, 14. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид Ангела Света. Против этой беды святые отцы выставили 19-е правило 6-го Вселенского Собора, запрещающее толковать Священное Писание вопреки учению Церкви. Сегодня православные или совершенно не знают Писание, или знакомятся с ним в искаженном виде при собственном или сектантском толковании и гибнут не тысячи, а десятки миллионов душ за такое преступное небрежение пастырями истинного толкования Нового Завета. Комментарий на Матфея 1, 22, 23. Афилакт Болгарский. Слово «комментарий» не здесь говори, а «комментарий» перед ЕЛ. Ты опять же... Ну я уже сказал сейчас. Афилакт Болгарский. Афилакт, а дальше «комментарий» перед ЕЛ. Толкование Феофилакта Болгарского на Матфея 1, 22, 23. Священное Писание дает имена от дел, как, например, на реке ему имя Магер Шелал Хашбас «Спешит грабеж, ускоряет добыча» Исайя 8, 3. «Эммануил» же еврейское имя и значит «с нами Бог». Комментарий Игнатия Лапкина. Доказательство истинности того, что они говорили, святые мужи веры находили в Священном Писании. Истинность своей веры они подтверждали Библией, а не мироточением ковчега или скрижали. Не тем, что в сосудах с манной не завелись черви, и благословенная манна не портится столько лет. В каждой проповеди Иоанн Златоуст открывал Библию до 70 раз. Кирилл Иерусалимский говорил, что если слова его не сходятся с Библией, то, цитата, «не верьте и мне». Толкование Феофилакта на Матфея 2.12 «И они повиновались наставлению, то есть Божественному Слову». Комментарий Игнатия Лапкина. Библия – это священное писание, Слово Божие. Задача Духа Святого состоит в том, чтобы установить через верных своих служителей абсолютный авторитет Божественных Слов. «Дух Божий, глаголовший в пророках, искал тех, чье ухо открыто для этого Слова, а те, кто не слушает Слово Божие, отвращает свой слух от Библии к басням, пусть даже исходящим от православных архиереев, являются врагами Божьими». Осия 4.6 «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Исайя 30.12.13 «Посему так говорит святый Израильев, так как вы отвергаете Слово Сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то, то беззаконие это будет для вас как угрожающее падением трещина, обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно в одно мгновение». Очень часто, читая прямое указание Библии, мы приходим к лучшему пониманию данного места, исходя от обратного. То есть, если сказано, что Бог за что-то одобряет, говорит «хорошо», то ясно, что если мы делаем напротив указанного, то окажется нехорошо, пагубно. 2 Петра 1.19. «И при том мы имеем вернейшее пророчерское слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. «Весьма нехорошо и смертельно опасно не обращаться к Слову Божию при разрешении любого вопроса или местописания. Если наличие в руках Слова Божия дает гарантию света, то отсутствие его дает гарантию нахождения во тьме, во мраке. Какое страшное преступление совершают пастыри, не приучившие доверившихся им обращаться к этому божественному светильнику Слову Божию». Толкование Феофилакта на Матфея 3.12. Церковь, в которой, хотя много крещенных, подобно как на гумно, собирается с поля все, но из них одни оказываются плевелами, каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы, другие пшеницей, то есть, которые приносят пользу и другим, питая их учением и делом. Комментарий Игнатия Лапкина. Принятие в церковь через механическое крещение обмерщило и сделало неотличимой от мира невесту Христову церковь. С какой легкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных льгот и выгод, когда патриарши и монарши и престолы соединились вместе. А теперь не просто трудно, а почти-почти невозможно вернуть все к первоапостольской чистоте церкви. Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и чесоточную овцу от здоровых, но допускают одинаково к тайнам и волков, и змей, и овец. А вначале было не так. Деяние 5.13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Отсюда вывод, как читаем в жизни Макария Александрийского за 19 января, что народ Божий, то есть те, кто называются верующими, не только не прославляют внешне, а презирают и ненавидят. То, что сегодня отпевают всех подряд, вызывает презрение за несерьезное отношение к делу спасения даже у демонов. Левит 10.10 Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Должно быть прежде чревоношение, то есть оглашение, и только потом рождение, крещение. А так как нет катехизации, то и получаются мертвые выкидыши, и происходит не рождение, а удушение, когда человек и не научен, и не погружен. А согласно Слову Божию, он должен сначала уверовать, а потом погрузиться в воду во святом крещении трижды. Марка 16.16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Матфея 4.4 Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих. Комментарий Игнатия Лапкина. Всяким словом священного писания от бытия до откровения так должны понимать новозаветные люди. Библия это животворящий источник жизни, вдохновения, спасения. Это ответ на все наши вопросы по вкусу каждого человека любого состояния, возраста, эпохи. На каждом богослужении священник обязан выходить с Библии в руках перед народом. Иначе по слову Божию и толкованию святых отцов его нужно называть не учитель, а губитель. Иоанн Златоуст говорит, что если ты был в церкви и ничему не научился, то есть если не было живой вдохновенной проповеди о спасителе, ты напрасно ходил в церковь. И когда придешь из храма, то не спеши сесть за стол, но сначала напитай домашних тем, чем накормил тебя пастырь в Доме Божьем. Перескажи им его проповедь. Всяким словом это значит 77 книг полной Библии. Это 1526 страниц. Это 96 часов спокойного, медленного чтения. Если человек приобретает специальность за 5 лет, то чтобы стать христианином, оправдать полученное в крещении звание, нам не хватит и тысячи жизней. Иисуса Новина 1.8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Мудрые кулинары могут приготовить изысканные явства для самых знатных людей. Духовную пищу приготовляют, стоя на коленях перед автором Библии, прося у него откровения, умения разрешить таинственный смысл божественного писания. Не только пастыри, но и все живущие на земле поддерживают жизнь в себе разнообразным питанием, витаминами. Тем более бессмертная душа нуждается в разнообразной пище. Она должна знать, как поступить в любой ситуации и как защитить истинную веру. Какое горе ждет того, кто не может защитить истинность веры Христовой и этим приносит вред всей церкви, как говорит Афанасий Великий, патриарх Александрийский. Приготовлять пищу, пусть даже самую простую, должен уметь каждый. Каждый христианин, чтобы сохранить свою жизнь, должен знать священное писание. Все, а не выборочно. Через Слово Божие мы познаем волю Творца. Иоанн Златоуст говорит, что если ты не читаешь Библию, ты не знаешь волю Создателя, а не зная Его законы, ты по неволе нарушаешь их, а нарушая заповеди Божьи, ты погибаешь. И это все от того, что ты не читаешь священное писание. Толкование Афеофилакта на Матфея 4.10. Познай отсюда, как полезно писание. Господь им заградил уста врагу. Комментарий Игнатия Лапкина. В эти три искушения дьявол вложил все соблазны мира, чрево, чудо и авторитет. Спаситель каждый раз отвечает текстами священного писания. Ни на одно слово Христа, сказанное из Библии, дьявол не дает ни одного слова возражения. Почему? Если змей все еще сомневается, кто перед ним, действительно ли воплотившийся Сын Божий, и это сомнение разрешится только при распятии и воскресении, то относительно Слова Божия противник неба уверен, что Иисус из Назарета, плотник и Сын Марии, приводит слова того, кто сбросил его с неба, кто лишил его звания Херувима Осеняющего. В каждом Слове Божьем враг видит автора этих слов, чувствует его присутствие и не выказывает никакого сомнения относительно истинности этих изречений. Этим же методом отвечать цитатами из Библии пользуются все святые при разговоре с дьяволом, и ни разу сатана не опровергает этих слов, как будто они прожигают его и опрокидывают, и делают безмолвны. Люди изучают различные науки, искусства, риторики, умения побеждать соперника, но ничто не может сравниться с чистым Словом Божьим, с его силой и неотразимостью. Никто хуже православных не знает Библию, ее содержание. Это же почти полностью касается и пастырей. Да коли Библия не будет стоять на первом месте в сознании людей, пока Евангелие не займет центральное место в разуме, до тех пор называющие себя верующими будут поражаемы дьяволом, и за эту ненаученность понесут ответственность те, кому верены эти овцы. Люди придумали различные обереги, надписи, священные предметы, и особенно 90-й Псалом, чтобы отбиться от дьявола, предполагая, что он всего этого боится. Но вот здесь видим, что Лукавый сам читает этот Псалом Давида и пользуется им, как своим оружием, даже против Христа. Толкование Фефилакта на Матфея 4,14-16. Свет великий означает Евангелие. Комментирует Игнатий Лавкин. Весь смысл всей истории, которая была между доисторической вечностью и послеисторической вечностью, заключается в слове «благовестие». В Раеу произошло крушение. Нарушена гармония, пала вершина творения через происки врага. Через ложь вошло убийство, ибо дьявол есть лжец и человекоубийца. Евангелие Теана, 8,44. И все человечество в лице первой четы Адама и Евы погрузилось во тьму, в тень смертную. «Дьявол есть владыка смерти, имеющий ее силу». Евреям 2,14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Бог открылся людям как Создатель, Зиждитель и, наконец, открывается как Отец Милосердия и Искупитель. Мы узнаем из Библии, что у Бога есть определенные свойства, неизменные и вечные. Бог постоянен всегда и вовеки. Он не может поступить против своих свойств, присущих ему, таких как любовь, справедливость. Божья справедливость требует наказания за грех. Бог никогда никому не простил и не может простить грех просто так, без наказания. Иначе он будет Бог изменяемый, изменяемый, противоречащий своим свойствам. Римлянам 6,23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь, вечная во Христе Иисусе Господе нашем». «Ни один грех, ни одно преступление, ни одно нарушение заповедей Божьих никуда бесследно не исчезает». Евреям 13,8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Каждый грех должен быть оплачен смертью». Человечество, начиная с Адама, стало врагом Богу. Примирение происходит через Сына Божия, непорочного Агнца, взявшего добровольно на себя все преступления, все отступления, все нарушения всего мира от Адама и до последнего живущего при Антихристе. Иван Глятана 1,29. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Исайя 53,5. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 1 Иоанна 1,7. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Христос занял место грешника на кресте. Каждая душа, поверившая в это, усваивает жертву Искупителя, лично для себя присваивает ее. В этом личном присвоении заключена безмерная благодарность Искупленной Души. «Он умер за меня. Он занял мое место на кресте. Вместо меня Он пошел в ад. Он мой Искупитель. Он меня выкупил из плена смерти. Он ждет меня. Я Его раб, слуга. Он весть, сладость и любовь. И все это я узнаю из Евангелия, из этой радостной вести, единственной, которую можно назвать с большой буквы «Благой». Она от благого Бога, от благого Бога Сына, от благого Бога Отца и от благого Духа Святого. И эту благую радостную весть нужно нести всем, как самое ценное сокровище. Об этом мы должны греметь нашими сердцами и языками громче, чем колоколами. Если бы благая весть звучала в храмах сегодня, как при апостолах, какие слезы, сожаления и раскаяния вызвало бы это в пастве, что так долго они находятся в тени смерти из-за отсутствия живой вдохновенной проповеди об Иисусе сладчайшем. Толкование Феофилакта Болгарского на Матфея 4.17 Иисус начал проповедовать со времени заключения Иоанна, потому что ждал, чтобы сперва Иоанн засвидетельствовал о нем и приготовил для него путь, которым ему надлежало идти. Подобно, как рабы приготовляют путь своим повелителям, ибо когда кто живет на земле, ангел небесный леон... В каждом из нас есть царство небесное, если живем по Евангелию. Комментарий Игнатия Лавкина Искупленное чадо Христа, всем сердцем поверившее в то, что Иисус умер именно за Него, принесшее покаяние за все прошлое и принявшее крещение для оставления грехов, а мывшееся от скверны в святой купели, из мертвых ставшее живым, не может не проповедовать, будь это даже совершенно неграмотная, больная столетняя старушка. Деяние 22.16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Одно из самых страшных наказаний для возрожденной души никому не рассказывать о Искупителе Иисусе Христе. Деяние 5.28 Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должна повиноваться больше Богу, нежели человекам». Мы во всем должны подражать нашему Господу Христу, смотреть на Него через Слово Его, чтобы уподобиться Ему во всем. Евреям 12.2 Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамления и воссел о весную престола Божия. Наш Господь сразу после крещения, как говорит Матфей, начал проповедовать. Мы дети Его, и если мы искуплены им, то не должны никого на земле слушать так, как нашего Спасителя. Если нас не учат в храме Евангелию, то мы обязаны изучать его самостоятельно по толкованию святых отцов. Нужно собираться вместе с единоверцами, читать Слово Божие с толкованием блаженного феофилакта, и жизнь наша будет стремиться идти по евангельскому пути. На сегодня все. Благодарю за внимание. Давайте с Богом, до завтра. Спаси Христос. Хорошо насчитал. А как ты решился на этот материал? Я не понял. Я же ничего не говорил. Как не говорили? Вы говорили с Вячеславом посоветоваться, и он благословил, и все. Здорово. Здорово. Я просто исток хотел узнать как. Да, я говорил про то. А конкретно тебе не говорил. Хорошо, что ты так сделал. Все. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом.